Славянский район славится своими учителями. Проведение в одном из лучших образовательных учреждений Кубани семинара на тему «Организация системы непрерывного профессионального роста мастерства учителя» – еще одно убедительное доказательство авторитета славянского учительства. Наша съемочная группа побывала в Первом лицее. Инициатором проведения этого представительного мероприятия стал председатель комитета законодательного собрания Краснодарского края по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский. Министерство образования, науки и молодежной политики и администрация славянского района поддержали проведение семинара. Мероприятие прошло на базе городского лицея номер один. В семинаре приняли участие победители краевых профессиональных конкурсов, руководители территориальных методических служб, председатели ассоциаций молодых педагогов Кубани всех муниципальных образований края. Глава славянского района сердечно приветствовал участников семинара. Он отметил важность системы педагогической преемственности в районной отрасли образования. Предметом законной гордости являются победы славянских педагогов в конкурсах профессионального мастерства. Роман Синеговский подчеркнул, что отрасль образования в центре внимания районной власти. Свою задачу районная власть видит создание условий, которые будут самым благоприятным образом отражаться на результатах работы системы образования в целом. Это прежде всего, чтобы детям было комфортно учиться, и преподавателям, и учителям интересно, и так же комфортно было работать и преподавать. Для достижения этих целей при поддержке краевой власти, значит, в последние пять лет в отрасли образования нашего района сделано очень много, я считаю. Мы построили два детских сада. Виктор Чернявский в своем выступлении сказал, что на Кубани есть чему поучиться не только в краевом центре, но и во многих других городах, станицах и хуторах. Он призвал лучших педагогов делиться своим передовым опытом и умением создавать отличную школьную атмосферу творчества. Заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Титаренко рассказал во всех подробностях о сохранении и развитии системы непрерывного образования в районе. Мы, сохраняя систему непрерывного образования в районе, добиваемся определенных результатов. Например, воспитанники Центра развития творчества в Станице Петровском стали дипломатами второй степени международного хореографического конкурса. Воспитанники спортивной школы юности Шевченко призывали первенство России, Европы по теннису, легкой атлетике. Нам очень приятно, что в системе подготовки одаренных детей в нашем районе произошли значительные изменения. И сегодня уже сформирована у нас комплекс система методической помощи и поддержки учителей. Участники семинара ознакомились с системой образования Славянского района, побывали на экскурсиях в сад-гиганте, ресурсном центре-спасатель на базе Славянского сельхозтехникума. Также они посетили ряд школ города и района, изучив накопленный там передовой опыт. Победители краевых профессиональных конкурсов дали молодым коллегам 15 мастер-классов. Участники семинара заинтересовались новыми подходами в преподавании различных предметов. Я получила очень много для себя, взяла нового, увидела от коллег, которые делились своими знаниями, свои показывали мастер-классы, ну и как бы представляла свой мастер-класс. И я думаю, что мне есть и будет, что использовать в дальнейшем на практике в своей работе. Каждый педагог смог получить полезную информацию, что, конечно, поможет в профессиональном росте. Мне очень понравился семинар, много нового узнали, переняли опыт такой. И спасибо, хочется сказать, огромное. И хотелось бы больше таких семинаров. В первом лицее, где проводился семинар, есть два победителя краевого уровня. Директор школы Кубани и победитель конкурса «Учитель года Кубани». И это уже многое говорит об уровне этого учреждения образования. Со всего края приезжают учителя, приезжают победители конкурса, приезжают представители управления образованием. Мы прекрасно понимаем уровень ответственности, поэтому мы, конечно, готовились к этой встрече. Но подготовить все невозможно. Необходимо уже иметь какие-то наработки. И наработки в этом плане у нас есть. У нас, по сути, закончено создание нашего школьного технопарка. Мы можем показать прекрасную школьную территорию. Мы можем показать наши приусадебные участки. Мы можем показать новый зеленый класс. Мы можем показать зал боевой славы. На подведении итогов семинара состоялся заинтересованный обмен мнениями, в ходе которого озвучивались мысли о том, как улучшить работу по росту профессионализма учителей. Виктор Чернявский подчеркнул, что нужно больше внимания уделять специальному оснащению кабинетов для проведения мастер-классов. Мастер, который туда приезжает общаться, он уже должен под рукой иметь все на свете. Поэтому давайте наработаем еще, как он должен кабинет. Потому что сама обстановка, она тоже наталкивает на хорошие интересные идеи, мысли и дает возможность раскрыться. А если тебе говорят, вот тебе опять пальцев доска имел, да, хороший учитель с мелом тряпкой сможет урок провести. Но сегодня этого мало для того, чтобы показать совершенство своего таланта, возможностей и так далее. Несмотря на то, что подобный семинар был проведен впервые, он стал успешным. Сегодня мы собрали победителей всех профессиональных конкурсов, так как в конце этого месяца мы уже знаем имена всех. Это были мастер-классы. Почему мастер-классы – это одна из трудностей, с которыми сталкиваются наши конкурсанты. И мы решили придать им надежду, указать на те силы, которые у них есть, поддержать их ресурсы, показать, что это не страшно, это интересно, и презентовать свой опыт, свою педагогическую профессию, свое дело, его нужно и необходимо. Нам кажется, что у нас получилось. Всем было интересно на семинаре. И этот положительный настрой педагоги принесут в свои учреждения образования, чтобы вместе с коллегами осваивать новое и идти дальше. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События».